Я даю слово Александру Хорошкину, кандидату сельскохозяйственных наук, ведущему специалисту торгового дома Агромастер. И говорить мы будем про калий и кальций для обеспечения оптимального питания ягодных культур. Хорошо? Спасибо. Ведущий специалист группы компании Агромастер правильнее было бы сказать. И конечно компания Агромастер это производство и реализация специальных агрохимикатов, причем полного всего арсенала для интенсивного растениеводства, куда входят и ягодные культуры, конечно, и овощные плодовые и все остальное. Но это очень большая и очень широкая тема. Продуктов очень много. Это и биостимуляторы, и листовые удобрения, и микроэлементы, и мезоэлементы, и адюванты, и фертигаторы. Все, что необходимо. Но тема у нас сегодня с вами, которую вот каким-то образом надо будет впихнуть в эти 15 минут выступления, но на самом деле она очень и очень важная и очень актуальная. Роль, дозы и особенности применения калия и кальция для обеспечения оптимального питания ягодных культур. И здесь основной момент заключается вот в чем. Дело в том, что калий, он работает как противовес азота. И это необходимо учитывать. Потому что как раз-таки именно калий способствует утолщению клеточных стенок. Это естественным образом повышает иммунитет. Калий – это основной элемент углеводного обмена и углеводного синтеза. Соответственно, это сахара, это качество и сладость ягод в первую очередь. Соответственно, что-то такое тукнет. Ага, да. Но вот тут без азота мы не получим урожай. Это элемент образования органического вещества. И в принципе именно он определяет уровень урожайности. Но вот баланс как раз-таки между азотом и калием – это очень и очень важный момент. И причем самое главное заключается в том, что практически все культуры, даже полевые культуры, но особенно это плодовые, ягодные, овощные культуры, они в разы калия потребляют больше, чем азота. Но самая главная ошибка здесь заключается вот в чем. Дело в том, что, скажем, старые агрономы, которые еще в 80-е годы знакомы были, тогда работала программа КАХОП – комплексное агрохимическое оккультуривание полей, по всему Советскому Союзу мониторили почвы на содержание подвижных и доступных форм элементов питания. И ситуация следующая. У кого картограммы вот этой середины 80-х годов остались, и вы, которые, кстати, показывают, что содержание обменного калия, которое мы считаем доступным, оно высокое, выше среднего, высокое, повышенное, но тогда мы все равно вносили калий. А сейчас мы делаем почвенный анализ. У нас как было высокое содержание обменного калия, так и осталось. Как будто бы мы ничего не сеяли, как будто бы мы не получали урожаи, как будто бы выноса не было. Вот это вот очень интересно. Но дело в том, что сейчас мы же деньги считаем, поэтому момент тут заключается в том, что вы смотрите почвенный анализ, калия у нас много, и зачем тогда нам его вносить, тратить на это деньги? А вот отсюда как раз и возникают все проблемы, связанные с тем, что у нас и недостаточная крупность ягоды, у нас недостаточная сладость, у нас ухудшается зимостойкость, морозоустойчивость, у нас ухудшается фитосанитарное состояние, потому что избыток азота, он всегда будет приводить к ухудшению фитосанитарного состояния. Понимаете, вот это вот как раз момент, связанный именно с этим, и это необходимо учитывать, и калию нужно уделять гораздо больше внимания. Я по опыту своему скажу, что вот если это ГОСТовская методика содержания обмена калия, вы этот результат можете поделить где-то на 4, на 5, вот 4,5, и подставить в ту же градацию низкое, среднее, высокое, и вы увидите реальное количество доступного калия для растений. Вот это состояние, да, а не то, что дают. Еще вот то, что говорилось правильно, все макроэлементы подвержены реутилизации в сильной степени. Что такое реутилизация? Это повторная возможность повторного использования. И вот когда мы говорим про дефициты, совершенно верно, элементы, которые подвержены хорошей реутилизации, они легко передвигаются по растению и перемещаются, конечно, из старых органов, где они накапливаются, в молодые растущие органы. И таким образом дефициты как раз-таки этих элементов, они будут в первую очередь проявляться на старых листьях, откуда эти элементы ушли, в молодые листья, понимаете? А на старых будет проявляться дефицит, если он есть. То есть здесь вот такая взаимосвязь, элементы, которые подвержены высокой степени реутилизации повторного использования, их дефициты будут видны в первую очередь на старых и средних листьях. Ну, про калий понятно, да? Теперь, и понятное дело, что калий, конечно, это элемент, который мы должны использовать и должны вносить в сотнях килограммах на гектар, ну, в зависимости, какой нам нужен урожай. Вот кальций, это один из самых реакционных элементов, скажем, поэтому, как правило, в удобрениях, в комплексах, ну, не используют комплексы с кальцием. Это редкость, и это не очень на самом деле хорошо, потому что в растворе, когда будет происходить диссоциация, здесь есть масса негативных моментов. Но, с другой стороны, кальций, по сути, выполняет ту же роль и ту же функцию, как кальций в нашем с вами организме. То есть это скелетные функции организма. И вы понимаете, что на скелете все держится. И вот вам отсюда как раз и лёжкость, транспортабельность и все остальное. Чем у нас больше кальция в плодах, тем выше структурная плотность плодов, и, соответственно, выше их лёжкость, выше транспортабельность и все остальное. Соответственно, кроме того, кальций в соединении с пектиновыми веществами он склеивает стенки клеток друг с другом. И, как вы видите, в листовых подкормках, например, быстро усваиваются растениями только ионы из водорастворимых солей или кислот. Нерастворимые соли, ну, например, тот же карбонат кальция или мел простой, ну, не будет он усваиваться растениями абсолютно никак, никоим образом. Точно так же, как элементарные частицы металлов и неметаллов, которые не являются водорастворимыми. А то сейчас и серу у нас элементарную уже выдают за питательный элемент, у нас и кремний тоже самое в элементарном виде выдают за питательный элемент. Да сколько ты песок не жуй, не насытишься ты кремнием, извините. Соответственно, источники калия, это могут быть простые водорастворимые бесхлорные соли. Сульфат калия, нитрат калия, монокалия, фосфат калия и фосфор, да? А вот хилатокалия, который тоже некоторые рекламируют, а у нас калий в хилатной форме. Не существует хилатокалия в природе просто по одной такой простой причине. Что такое хилат в переводе с греческого? Это клешня. Элемент должен быть как минимум двухвалентным, чтобы его как клешней, вот эта органическая оболочка могла зацепить и удерживать, и чтобы не происходила диссоциации, понимаете? Но калий же одновалентный. Поэтому клешни просто не получается. Поэтому это элемент, который не может образовывать хилатные соединения. Он может быть в органическом состоянии, как бы в виде органических солей, точнее солей органических кислот. Но не более того, это не хилат. Источники кальция, нитрат кальция, хилат кальция, ЭДТА и кальций в соединении с лиднинсульфоновой кислотой. Например, это вот то, что у нас агробор кальций. Теперь важный момент. Я вот озаботился перед тем, как ехать, озаботился, думаю, ну как же, вот когда нам надо рассчитывать, да? Попробую я поискать информацию, потому что вот как нам рассчитать урожай, да? Соответственно, нам нужно знать вынос, нам нужно знать хозяйственный вынос, да? И причем и вегетативной массой, и с урожаем. И вот в разных источниках, вы можете сами посудить и сами посмотреть, в разных источниках. Это нормы ФАО. Соответственно, по нормам ФАО это книжка Гиля. Соответственно, здесь вот вам и земляника, и черная смородина, и малина, да? Хотя вот по землянике у меня, конечно, большой-большой вопрос и большие сомнения. Вот это больше как бы присуще, скажем, для зеленых культур, для петрушки. Вот такой вынос. Справочник агрохимика Кубани Эйсерта под редакцией. Здесь вот совершенно другие цифры. А это уже данные Минеева, вынос на тонну урожая. И здесь у нас третьи цифры, будем так говорить. И вот где же теперь правда? Ну, правда, она на самом деле вот в том, что любые растения, и в том числе и ягодные культуры, учитывайте это, калия выносят больше, чем азота, и потребляют больше, чем азота. Калий это элемент, который содержится в самом растении в ионной форме, и усваивается в ионной форме, и содержится в ионной форме. И он, между прочим, растениями может теряться в виде ионов, вымываться просто из старых листьев при дождях, при сильных туманах, при высокой влажности. Он просто старыми листьями теряется, он уходит в почву в ионной форме. Поэтому на это обращайте внимание. Вот данные Тесендерла групп, то же самое, потребность ягодных культур в минеральном питании. И вот здесь момент, хлористый калий, например, вы получите урожай с хлористым калием, но в хлористом калии растворяется прекрасно. Но в хлористом калии на килограмм калия килограмм хлора приходится. Поэтому урожай вы получите, но он будет значительно ниже, чем урожай, например, с сульфатом калия или с нитратом. Но опять же, без калия и в соотношении, в правильном соотношении с азотом мы только тогда. Я не нашел, скажем, смородину или еще какую-нибудь кисть, но виноград, он тоже похож на смородину чем-то, тоже такая кисть. Вот это нормальная калийная, нормальный уровень калия, это хорошая сладкая ягода доступная, дефициты. А вот кальций, как вы видите, это в первую очередь 90% кальция содержится в клеточных стенках, в клеточных мембранах, в клеточных структурах. И соединение кальция с пектиновыми веществами, они склеивают стенки клеток. И вот вам как раз плотность структуры плода, она держится на клеточных стенках. Чем плотнее у нас клеточные стенки, тем, соответственно, у нас будет лучше, выше и лёжкость, и транспортабельность, и так далее. Но теперь вот представьте, почему возникает дефицит кальция, а просто по одной простой причине. Представьте, начался рост ягоды, зависть образовалась, начался рост ягоды, начинается активное клеточное деление. Что происходит с кальцием? А он не реутилизируется, между прочим. И вот тут как раз суть кальций, он начинает перемещаться на строительство новых клеточных стенок. Передвигаться здесь же, здесь же передвигаться на строительство новых клеточных стенок. Соответственно, снижается его концентрация, снижаются его склеивающие функции, начинаются межклеточные разрывы. А что такое межклеточные разрывы? Когда происходит нарушение клеточных стенок и тканей растительных, туда проникает инфекция. В первую очередь это на любом живом организме. Нарушаются клеточные структуры, туда проникает инфекция. И вот вам и батритис, и вот вам и все остальное. То есть если у нас целостность не нарушена в клеточных стенах, у нас и плод сохраняет свои формы, сохраняет свои кондиции. Поэтому вот это очень важный момент. Но вот теперь самое главное, пожалуй, заключается вот в чем. А каким же образом, если у нас кальций не реутилизируется, то есть он очень плохо, он практически не передвигается из старых растительных тканей в молодые, а тем более в плоды. Каким образом кальций передвигается по растению? Он перемещается только благодаря транспирации, то есть испарению воды листьями. Вот он перемещается. Но он перемещается в листьях. И у нас в листьях кальция может быть много. А вот в плодах, в силу того, что плоды не транспирируют практически, вот в плодах кальция не хватает. И мы проводим и подкормки, мы проводим все. А у нас плоды не насыщаются кальцием. Вот здесь вот как раз очень важный момент. Кальций передвигается в плоды с током сахаров, которые синтезируются в листьях и, соответственно, перемещаются эти сахара, перемещаются в органы накопления, соответственно, в плоды. И вот с этим током сахаров как раз таки и перемещается кальций в плоды. И вот поэтому листовые подкормки, специальные продукты, они кроме кальция водорастворимого содержат еще и бор. Но теперь, опять же, нужно в первую очередь стимулировать синтез сахаров. То есть мы даем агрохимикаты с повышенным содержанием калия. Стимулируем синтез сахаров. Сахара образуются у нас в листьях. Мы даем по листу кальций, только кальций без азота. Вот это тоже большая ошибка, когда многие и были такие моменты, когда обращались тоже. Да мы вот никак не можем получить. А что вы применяете? Кальциевую селитру. Кальциевая селитра прекрасна. 26% кальцио, но еще же 15% азота. А когда плод созревает, там уже этот азот не нужен, потому что из-за него как раз истончаются клеточные стенки. И плод раздувается, разбухает. Да, вы можете получить огромный плод, но это будет только один плюс, все остальное будет в минусе. Вот поэтому калий. На этом фоне кальций. Продукт содержит бор еще дополнительно, 0,9% бора. А почему бор? Зачем он нужен? Вот как раз таки бор стимулирует переток сахаров, которые образовались в листьях. Он стимулирует передвижение этих сахаров в органы накопления. Вот таким образом это работает, и вот таким образом все это происходит на самом деле. И я вот здесь специально привожу вот эта схема совершенно независимого консультанта, который поделился. Он сам ее наработал, она оказалась нашими продуктами. Он вот поделился этой схемой, она рабочая, и он говорит, что и он очень доволен, и фермеры очень довольны. Ну а наша схема, она вот примерно такая же, где-то чуть-чуть плюс-минус в ту или иную сторону. Но в основе своей все это вот так вот. Поэтому спасибо за внимание. Я уложился. Спасибо большое. Вот тютелька в тютельку, смотрите на экран. Вот, да, просто идеально. Коллеги, вопросы есть? Что, мы все-все-все рассказали? Я постарался разжевать. Замечательно, спасибо огромное, Александр Борисович. Ой, вопрос, простите, да. Там кнопочку сверху нужно нажать. Вот наверху такая. Да, 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 да. Нажал. Подскажите, пожалуйста, вопрос по поводу применения фердигационного полива этого, да. Все равно засоление почв происходит. Сульфатное, там, карбамидное. Есть ли какие-то в вашей линейке препараты или какие рекомендации будут по поводу рассоления? Кроме фосфогипсования сложный процесс части ягод, потому что это, ну, как правило, плантации рядами выстроены, но там технически не сделаешь этот процесс просто. Достаточно сложно. Что бы вы порекомендовали? На самом деле вопрос этот очень серьезный. И вот буквально это только в последние годы мы начинаем так где-то проявлять вот такую заботу, потому что земля уже переходит в собственности, ты уже не можешь заменить этот участок, собственно говоря, вот как он тебе достался. И действительно в зонах и капельного полива, а особенно если это поверхностный полив, там, спринглерный и так далее, там или дождевание и прочее, там, конечно, засоление происходит очень серьезное. А вы знаете, что если возникает вторичное засоление, то это уже можно считать бросовые земли. То есть они практически не подлежат, вторичное засоление, оно уже не подлежит рекультивации. Пока первичное засоление, да, гипсование, конечно, это основной способ. Есть продукты, они есть, конечно, в первую очередь на европейском рынке, потому что вы понимаете, там же совсем чуть-чуть земли, и она давным-давно очень интенсивно использовалась. Поэтому они есть. Ну и мы тоже думаем, если как бы вот сейчас удастся просчитать где-то эффективность регистрации и, скажем так, объемы использования для того, чтобы реализовывать этот продукт и оправдать регистрацию, которая сегодня, извините, стоит бешеных денег, это просто какие-то сумасшедшие затраты, и, соответственно, для этого нужно все рассчитывать. А так, ну, они есть, они почвенные кондиционеры сейчас их называют. Вот эти продукты для рассоления, ну, в принципе, это мелиорация, это один из таких приемов. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста, тоже выйдите к микрофону и нажмите кнопочку, будьте добры сами. Слышно? Да. Да, идеально. Добрый день еще раз. Макшанская ягода опять беспокоит. Очень интересная презентация, особенно тематика по транспирации, то есть кальций, транспирация листа. То есть, новый вопрос каков? С учетом вашего предложения, что нам практикам в данном случае сделать? Немножко сдвиг в сторону все-таки листовых подкоров, как кальция, учитывая вот эти моменты по транспирации, доставки кальция, укреплению клеточных клеток? Или же все-таки, потому что практика показывает, что мы вот этой кальциевой селитры, то есть она у нас доминанта, идет во всей системе питания. И в начале созревания и налив плода. Или же все-таки вот хилатная форма кальция, она нам даст возможность все-таки получить тот эффект, на который все мы рассчитываем. Спасибо. Да, все понятно. Ну вот, как вы видели в презентации, хилат кальция и ДТА, во-первых, достаточно дорог, во-вторых, он менее устойчив, будем так говорить, хотя его некоторые тепличные комбинаты используют, но мы его не рекомендуем. Мы рекомендуем у нас продукт, где кальций в соединении с лигносульфоновой кислотой. Это, в принципе, будем говорить так, органический продукт, можно сказать, почти природного происхождения, без азота и сбором. И вот это как раз важно, что когда у нас идет рост ягоды, листовые подкормки, конечно, нужно делать. Вот у нас этот продукт называется агробор кальций. То есть это 20% кальций О в соединении ЛСА, лигнинсульфановая кислота, и плюс 0,9% бора. Пожалуйста, если у вас какие-то ремонтантные сорта, какая-то ремонтантная ягода, и вам нужно дальше еще стимулировать плодоношение, вы можете, конечно, использовать в каплю под корень кальциевую селитру, калиевую селитру, но по листу работать по наливающейся ягоде лучше без азотными формами. То есть мы кальций, вы поймите, что скорость доставления кальция через лист в плод, и само расстояние, оно гораздо короче, чем от корневой системы, и плюс там весь антагонизм между ионами, который возникает и который мешает подниматься кальцию в плоды в том числе. Здесь это тоже надо учитывать. Поэтому работа по листу и правильная работа на фоне стимуляции углеводного синтеза, синтеза сахаров. Спасибо большое. Спасибо.